Здравствуйте! В этом уроке я покажу, как сшить свободный комфортный кафтан. Выкройка очень простая, вам потребуется буквально пару минут. По этой выкройке вы можете сшить не только кафтан, но и накидку, кимоно, абаю, кардиган. Если добавить пояс на талии, можно получить прекрасное платье с запахом. Нам потребуется ткань, длиной равной двум длинным изделиям. Замерьте длину от плеча у основания шеи до желаемого уровня низа изделия. Полученную длину изделия умножьте на 2 и добавьте еще 20 см. Такое количество ткани вам потребуется. Также необходима одна нитка в цвет, булавки, ножницы, линейка либо мерная лента и простая машинка. В этом уроке использовано трикотажное вязаное полотно. Вы можете использовать любой материал, который вам понравится. Это и плотные тяжелые ткани, и даже легкие полупрозрачные. Сложим ткань пополам так, чтобы кромки, полоски с уплотнением по бокам, совпадали. Напротив кромок располагается сгиб ткани, а справа и слева срезы. Для начала срежем дополнительные 20 см. Они предназначены для планки. От среза вдоль кромки отмерим 10 см и срежем полоску от общего полотна. Затем повторим то же самое еще раз. Отмеряем 10 см и срезаем. Таким образом мы получили две полоски. Чуть позже мы их обработаем. А сейчас займемся основной частью ткани. Материал также сложен пополам, кромка с кромкой. Лицевая сторона остается внутри. Сложили пополам. Теперь с одной стороны мы получаем два сгиба, а с другой четыре кромки. От двух сгибов отложим 7 см влево и разрежем материал по верхнему сгибу. Далее можно до уровня низа, то есть к срезам. Можно также отложить по 7 см от сгибов и срезать по вертикали, по прямой. Ткань сложена в 4 слоя, срезаем только 2 слоя. Эти 2 слоя предназначены для передней половинки изделия. А можно провести линию по косой, с небольшим расклешением. Если у вас нет длинной линейки, то можно приложить мерную ленту, начертить линию по ней и срезать. Срезали 2 слоя. Передняя сторона изделия готова. Оформим горловину по задней стороне. От среза отступим 2 см вовнутрь. Проведем плавную линию и срежем. Такая круглая линия среза горловины получилась. Посмотрите, со стороны задней части изделия, со стороны спинки остался сгиб. Итак, мы оформили линию горловины и борта. Теперь оформим рукава. От края горловины отложите мерку длины плеча и рукава. Можно использовать максимальную ширину ткани. От верхнего сгиба отложите половинку желаемой длины низа рукава. Ее можно замерить прямо на своей фигуре. Например, 30 см. То есть полная длина низа рукава 60 см. Сделайте отметку. Также проверим, чтобы изделие было достаточно свободным по груди и бедрам. От верхнего сгиба на уровне 25-30 см отложите четвертинку желаемой ширины по груди. Ее также можно примерно замерить на фигуре. Либо можно замерить обхват груди и к этой величине прибавить минимум 40 см. Например, в моем изделии прибавка к обхвату груди около 60 см. Сделаем отметку и соединим отметку низа рукава, отметку по груди и проведем линию вниз. Точку груди желательно немного округлить. Не делать ее с четким углом. Чем больше округление, тем лучше посадка. От точки груди можно опустить прямую вертикаль вниз, либо сделать раскрешение. Далее разрезаем материал прямо в 4 слоя. Можно отступить 1 см для припуска на шов. Кромки по низу рукава можно срезать, но можете оставить, если они кажутся вам аккуратными. Раскрываем полотно и собираем изделие. Складываем переднюю и заднюю половинки лицом друг к другу. Соединяем срезы рукава и боковые срезы. Соединяем булавками и даем строчку на 1 см от края. То же самое повторяем и со второй стороной. Таким образом мы собираем изделие по боковым швам и по швам рукава. Пристрочили боковые срезы. Их можно оставить открытыми, если материал не осыпается. Либо обработать строчкой зигзаг или оверлоком. Можно даже обработать косой бейкой. Перейдем к планке. Срежем кромку и соединим две полоски лицевыми сторонами друг к другу. Дать им строчку на 1 см от края. Готовую обтачку складываем пополам, так чтобы изнаночная сторона осталась внутри. Шов по обтачке прикладываем к середине по срезу горловины спинки. И прикрепляем булавками. Затем вдоль всего среза горловины и борта прикрепляем обтачку. Если вы скроили срез борта по передней половинке изделия, также по косой, следите, чтобы этот срез не растягивался. Немного подсоберите, подправьте его. И только после этого прикладывайте обтачку. Прикрепили обтачку с двух сторон и даем строчку на 1 см от края. Притачали планку. И можем обработать низ изделия. Отгибаем припуск по низу наизнанку 1 либо 2 раза и даем строчку. Остается только обработать низ рукава. Можно подогнуть низ рукава наизнанку на желаемую ширину. Прикрепить и дать строчку. Если срезы неаккуратные или осыпаются, то можно сделать дополнительный подгиб вовнутрь. Либо обработать срезы оверлоком или строчкой зигзаг. Вот и все, кафтан готов. Несколько минут и в вашем гардеробе появилась новая вещь, которая прослужит долго и всегда будет актуальна. Музыка. 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 Музыка.